Этот ролик шуточный, юмористический. Всех, кто понимает шутку и юмор, приглашаю посмотреть этот ролик, повеселиться. Надежда нас развлекает, и мы веселимся. Она веселится, и мы веселимся. Здравствуйте! Сегодня я опять поговорю о женщине, о хуторянке, которая из Англии хочет переехать к нам в Россию. Такой у нее интересный канал. Каждый раз, снимая ролики, она пытается нас чем-то удивить, рассмешить. Вот я пока готовила, так сказать, стихотворные строчки про нее, она опять сняла ролик, но я просто за ней не успеваю. Каждый день я не могу, но иногда буду отслеживать кое-что и с вами делиться. Да, вот сегодня она там ботиночки мерила. Ну вот, нарочно же она так, как говорят, трэш, да, на современном языке. Значит, мерит ботинки, говорит, какие лучше, какие лучше. А потом уже несет, купила. И говорит, как вы думаете, какие я купила. Зачем спрашивать, какие лучше, если ты их купила. Я понимаю, ты бы спросила, обсудила все это. Тебе бы сказали, ты бы пошла и купила какие-то, да. Вот такой неоднозначный канал. А потом, когда я делаю какие-то, значит, смешные ролики и отмечаю какие-то моменты, набегает толпа, куча каких-то там ее защитниц и всяко-разно ругаются. Господа, не нуждается надежда в вашей защите. Она же, я так считаю, она просто вот над всеми смеется. Вот когда она снимает ролики, она просто над всеми, кто ее смотрит, она просто насмехается. По-другому никак нельзя. Вот она сегодня снимала ролик, и она, значит, там рассказывает, что я в магазин польско-русский не хожу, мне там ничего не нравится. Несколько раз повторила. Вот я же говорю, но она постоянно какую-нибудь страну, извините, обгадит. Что-то плохое скажет. И уж обязательно, Россию она тоже обязательно, она, как говорится, в бочку, там свою ложку дегтя обязательно положит. Я не знаю, конечно, я не могу надеяться, что она смотрит мои ролики, но тем не менее, когда я задала вопрос, в чем же она спит? Она спит, наверное, в том, в чем ходит. И тут же она снимает ролик и показывает нам такую драму. Показывает, в чем она спит. Давайте послушаем. Ночами наденька не отдыхает. Такого видно и не знает, что по ночам всем надо спать, а не по лестнице шнырять. Понятно, голова не отдыхает и русские сказки совсем не знает. Да. Так вот, она спускается по лестнице в красной ночной рубахе. И сегодня в ролике продолжение. Она показывает этот свой там электрический матрас и красную простынь. Вот зачем она в красной рубахе на красной простыне ночью? Наверное, что если кто-то придет, на кровати ее не найдет. Да. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. Итак, про велосипедную шагулку. На прогулке дети. Девочка в карете, словно в коробчонке, бедная девчонка. В садник был на лесопедке, рядом ехали и детки. Надя, Надя, что с тобой? В садник был ведь с головой, правда, только со спины. Фасы профиль не видны. На кого же он похож? Что ли, собой не пригож? Неужели не красавец твоих деточек отец? Или все же не хорош? Ну, тебя не разберешь. Это опять ответ, наверное, на мой вопрос. Вот я сказала, она показывает. Отец не отец, Максим не Максим, Сергеич не Сергеич, не знает там кто. И всегда без головы. В этот раз она его показала с затылка. Наверное, все-таки смотрит она мои ролики. Как вы думаете? Говорят о детях говорить нельзя, но я ничего плохого говорить не буду. Просто я вот, опять же, она же собирается у нас приехать к нам в Россию. А у нас как-то принято, чтобы все-таки за детьми смотреть, чтобы они выглядели аккуратненько. Косички им заплетать, там хвостики. Сейчас всяких интересных модных причесок много. Ой, посмотрела я на эту Агашу. Эта королева-мать не перестает удивлять. У принцессы есть карета. Только бедненько одета. Ни короны, ни прически. Даже видно нет расчески. Голова лохматая, девочка косматая. Теперь о том, какие сказки она ей рассказывает. Я просто дикому ужасе. Теперь в защиту наших русских сказок, девочки. Давайте встанем, просто можно сказать, стеною на защиту наших сказок. На ночь сказку рассказала. Что нам этим показала? Видно, в детстве не читала. Вот сама насочиняла. Бедная Агаша, что в головке? Каша. Что в голове у этой мамы? Какие там родятся драмы? Какие сказки, говорит? Надюха, что она творит? Вот ее дочка что поймет? Лишь то, что Кура яйца ей снесет. Да. Ни золотого яичка, ни деда с бабой сказки нет. Наверное, так же, как не было в жизни Надежды. Ни дедушки, ни бабушки, ни русских народных сказок. Еще один момент про огородные дела. Показала Надежда фасоль. Доми-соль, доми-соль, собирает Надюшка фасоль. Фасоль необычная, крупная, приличная. Если всем нам повезет, ее в Россию привезет. Поле целое засадит, сбыт среди жемчужинок наладит. Будут кушать, поправляться, мудрости от Нади набираться. Просит снять ролик про котлетки, которые кушают ее детки. Будем ждать ролик про котлетки. Что ж там такого необычного в этих котлетках? Наверное, только то, что фарш там вот, английский, не наш. Да, кстати, еще одну страну она плевала. Зашла в немецкий магазин и сказала, я тут тоже ничего не люблю покупать. Вот только все англицкие сплошь продукты она любит. Польские не любят, русские не любят, немецкие не любят. Чего ты едешь в нашу страну? Ничего наше, сколько, не любишь. Наверное, будут ей самолетами доставлять продукты с Англии. Или сама будет выращивать. Вот то, что она вырастет, экологически чистая, то и будет употреблять. А интересно, а на ее ферме кто будет работать? Как вы думаете? Рабочих она тоже с Англии привезет? Вон она наняла рабочих-то туалет ей и колодец рыли. Половина перемерли. У нас рабочие-то, Надь, такие. Ты уж с Англии вези с Англии. А то опять опростоволосишься. Ну ладно, девочки. Не знаю. Когда я соберусь еще что-нибудь рассказать про нее? Спасибо всем, кто был со мной, кто посмотрел. Кому понравилось, заходите. Может быть, еще что-нибудь родится в голове этой интересной дамы. Я посмотрю, вам расскажу. А на этом пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok